Здравствуйте, дамы. Взгляните на своего мужчину и на меня. На своего мужчину и на меня. Да, я на коне. Именно так мог бы представиться темный дух Танатос, которому действительно повезло, ведь у него есть коняшка. С вами Алиса, и сейчас мы выясним, насколько хорош наш стрелок Танатос. Танатос – темный дух лучник, который является атакующим персонажем, способным также усилить всю команду. Его можно использовать в битвах гильдии, других пвп режимах, а также он отлично подойдет для борьбы с големом. Для создания Танатоса вам нужны следующие персонажи – пробужденная принцесса Ролла, пробужденная Тинувен и пробужденная Ветра Лун. Также не забудьте про 30 сущностей героя и миллион золота. Первый активный навык Танатоса, цель Ястреба, позволяет рассеять все положительные эффекты одного из врагов, в том числе и неуязвимость. При этом печать Ястреба наносит большое количество урона, а чтобы раненый союзник был окончательно добит, в течение 14 секунд атака будет сконцентрирована на нем. Также этот навык запрещает использовать посмертные навыки союзников, например, пассивный навык Темного Духа Рагнарёк. Второй активный навык Смертельная Стрела, позволяет ликвидировать сильнейшего противника, уменьшив его здоровье до 30%. Также навык наносит дополнительный урон боссу, это может быть как мировой босс, так и боссы в подземельях. Третий активный навык Танатоса, Сосредоточенность, повышает вероятность крита всех союзников, а также сам показатель критического урона. Улучшив характеристики отряда, сам Танатос получает меньше урона и в то же время повышает силу своей атаки. Пассивный навык Танатоса, Мастер Навыков, улучшает показатель ловкости всех союзников, что несомненно пойдет на пользу союзникам, для которых важна ловкость, например, для разбойников. Второй пассивный навык, Мастер Лука, повышает показатель пробивания защиты. Этот навык поможет нанести больше урона мировым боссам, например, Голему. Те, кто любят играть с лучником и хотели бы использовать ключ для участия в битвах гильдии, могут задуматься о создании Танатоса для того, чтобы противостоять засилию Рагнареков. Также хорошим носителем ключа Танатоса будет Трейси. Ее пассивный навык, уменьшающий урон по области для всех бойцов отряда, а также усиление Танатоса сделают их довольно привлекательной комбинацией. Если же вы наоборот хотите превратить Танатоса в машину для убийств, то пробужденная Ветра Лун отлично подойдет. Ее пассивные навыки, которые также усиливают всю команду, вместе с навыками Танатоса довольно неплохо поднимут боевой дух вашего отряда. Наверное, многие из вас задумались, следует ли надевать ключ Танатоса на Тянувиа, ведь она и так очень хороша. Для того, чтобы продлить ее срок жизни на Гидре, вполне можно рассмотреть подобный вариант. Ну и кто знает, какие еще секреты таит себе Танатос? Собираетесь создать Танатоса? Обязательно напишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Не забывайте поставить лайк, если хотите, чтобы видео выходили чаще. Пока-пока!